Начинаем торжественную церемонию вручения золотых медалей имени Николая Кригорьевича Рогенштейна. На сцену приглашаемся ректор Московской консерватории профессор Александр Сергеевич Соколов, профессор Ирина Алексеевна Барсова, профессор Ирина Васильевна Бочкова и профессор Борис Иванович Куликов. АПЛОДИСМЕНТЫ Примите мои искренние поздравления со 151-й годовщиной основания Московских консерваторий. Более полного веков, прошедшихся дня в учреждении консерватории, служат свидетельством огромного потенциала, которым по сей день славится в ваших учебных заведениях. Из его стен вышли многие поколения талантливых музыкантов, получивших здесь образование высочайшего качества и прожнающих красивых субберий. Очень важно, что консерватория не свернула с пульсом о сохранении развития традиции отечественной музыкальной культуры, взятого ее легендарными основателями Николаем Боргенштейном и Николаем Трубецким. Значимым событием в истории Московской консерватории стало создание на ее базе концертного синхронического оркестра, отмечающего многодосовое десятилетие. Богатый репертуарь, сочетающий лучшие произведения отечественных отрубежных пропозиторов различных эпох, а также высочайшее исполнительское мастерство коллектива, по праву с несколькими высокими оценками со стороны ценителей музыкального искусства. От всей души желаю вам добра, неиссякаемого обновения, благополучия и дальнейшего процветания. Владимир Репетинский. Об оркестре лучше не говорить, а слушать, но действительно нельзя не вспомнить первые выживания, поскольку это была инициатива выдающегося музыканта-дирижера Геннадия Николаевича Рождественского, возглавляющего кафедру мастер-хронического дирижирования Московской консерватории. И вот прежде всего для научной директора, а именно для воспитания молодых пирижеров, ну, необходим такой галлюстик. И он был создан и поддержан директором в то время возглавляющего консерваторию Теграном Абрамовичем Алихановым. Вот сегодня изучали, что солировать будет именно Тегран Абрамовичем профессор Московской консерватории, поскольку это напрямую касается и его биографии. Ну, а в дальнейшем, собственно, оказалось, что судьба оркестра значительно шире и богаче того, ради чем он изначально создавался. Это действительно полноценный концептивующий коллектив с огромным рекомендуем и с огромным потенциалом, поскольку подпитка оркестра идет постоянно, и с лучших выпускников Московской консерватории. Конечно, есть ротация, поскольку в Москве много оркестров, которые с интересом присматриваются к этому составу, но вот все идет, и с каждым годом репутация и авторитет оркестра величит. И, конечно, в немалой степени, благодаря его художественному руководителю, Анатолию Абрамовичу Левину, также профессору Московской консерватории, который постоянно рулят. Но с этим оркестром с радостью выступают и другие дирижеры, и вы, наверное, помните, какой замечательный фестиваль, который назывался «Парад дирижеров», состоялся в год юбилея самой Московской консерватории, когда с ним выступали и Тимбекан, и Тимберги, и Спиваков, и Башбет, и Юровский, и Лазарев. То есть вот такие совершенно ослепительные музыканты играли с этим оркестром, более того, что они сделали свои репетиции. А сегодня некоторая ответная акция – это, опять же, «Парад дирижеров», как уже молодых воспитанников Московской консерватории, тех, которые уже заявили себе и в международной арене, и которые сегодня представят вам замечательную программу. Вот вкратце то, что вам предстоит. А теперь прояснение, почему мы все на этой сцене вместе с моими уважаемыми коллегами. Год назад, когда мы отмечали статистилетие Московской консерватории, была заложена новая традиция консерватории. Это традиция награждения золотыми, подлинными золотыми деталями пяти самых любимых и самых удающихся профессорской консерватории, отдавших всю свою жизнь на дни лет служения искусства и воспитания молодых. Причем отбор к этой пятерке производится тайным образованием ученого совета. И действительно здесь абсолютно объективная оценка их труда. Вот в прошлом году была награждена первая пятерка, и в этом году также следующая. Такая программа стала возможна благодаря поддержке, которую мы получили со стороны нашего попечительского совета. Вот эти золотые медали – это художественные изделия фирмы «Галерея Михайлов» и ребенок, и вообще сосонка, которые ее хурируют. И, соответственно, на несколько лет вперед у нас есть такая гарантия, это продолжить. Помимо медали, к ней еще полагается денежная премия, полмиллиона рублей, который в чистом виде, в налоге сверх того. И, соответственно, это тоже, я думаю, приятная поддержка. Нам может быть самое приятное, что еще было принято решение продолжить традицию увековечивания таких славных ребенок на мраморной доске с золотыми буквами. И вот сейчас мы уже заказываем первые две такие доски, прошлогодние и нынешнюю, с тем, чтобы эти замечательные имена продолжили летопись Московской консерватории. Вот такая, вкратце, у нас приятная сегодня церемония, и я позволю себе, так же, как мы это всегда уже готовили сделать, по алфавиту, здесь совершенно объективная основа, представить наших лауреатов. Владислав Ярманович Акафольников, произвеса правительства. Инна Алексеевна Барсова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И на Алексеевне, где в этом году, открытый воскресенье, совершенно восхитительный юбилей, поэтому, наряду с этой золотой медалью, здесь еще совершенно особое ювелирное изделие, которое как раз по традиции теперь включается в наших юбилеарах. Это Алексеевна, от Сиус. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ирина Васильевна Бачкова, замечательная, мастер-продолжатель, знаменитой школы Юлия Святченко-Телевича, воспитавшая уже сон у своих собственных замечательных предпочинений. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Решением ученого совета еще одна золотая медаль и наградой была посуждена Майя Самойновна Близарова. Это тоже продолжатель великих традиций из кирпичной школы, но, к сожалению, она ушла из жизни как раз в августе этого года, но уже знала, что она награждена именно таким самым дорогим для нее подарком. Ну вот ее фотография и билы в нашем сердце. АПЛОДИСМЕНТЫ И по решению, которое было принято и легально, вот эта золотая медаль, именная золотая медаль, теперь хранится в музее Московской консерватории. АПЛОДИСМЕНТЫ И мне особенно приятно поздравить профессора Бориса Ивановича Куликова, который как раз возглавлял консерваторию долгие годы, был ее замечательным ректором, а он в этом году тоже ответил свой круглый империй, поэтому тоже Борис Ивановичу двойной подарок. Решение, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, каким образом традиция гребния, мне очень приятно, что именно перед этим залом произошла эта церемония, а теперь музыка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все эти подарки, это достаточно значительный вклад в финансовую консерваторию, но очень приятно, что как раз все, что касается премии, это было обеспечено членом нашего учительского совета, Транскапиталбанком и персональной городовой Ольгой Викторовне. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ